Высокопродуктивные, чистопородные племенные животные мясного направления. Это основная работа форума развития овцеводства на Северном Кавказе. Он проводился два дня на Ставрополе в Минводы Экспо. Сегодня был заключительный день. В работе форума принял участие глава Крачева Черкесии Рашид Тимрезов. На нем была представлена небольшая выставка овец разной породы. Альбина Ламкова продолжит тему. На форуме представлены высокопродуктивные племенные животные. Количество голов девять. Черноголовый баран породы Дорпер родом из Африки. Он относится к числу перспективных во всем мире. Рядом с ним баран породы Шарале. Рога ему срубили. Любил бодаться. Но он один такой горделивый. Остальные приветливые. А в этой клетке стоит овечка породы Свифтер. Ее кличка Терри. Получили ее путем эмбриотрансера. Привезли ее из нашей республики поселка Ударного. Ценность ее не только в мясе. У нее хороший мех, который потом можно использовать в производстве текстиля. В соседней клетке представлен баран голландской породы. Овцы цварбли с мясомолочного направления приспособлены к горным пастбищам. По некоторым показателям они схожи с нашей местной корчаевской породой. Первые опыты по скрещиванию принесли хорошие результаты. Какой конечный вес у взрослого барашки? Взрослый баран этой породы достигает живой массы 110-130 килограмм. Овцематки тоже крупные, весом 80-100 килограмм. Спокойно выкармливают трех ягнят, молочность до 300 килограмм молока. Актуальность развития овцеводства для республиканской экономики обозначена на уровне руководства Карачаева-Черкесии. Улучшение местных животных, статус. Если улучшать, то только карачаевская порода. Есть. Мы сделали несколько вопросов. Есть преимущество удлинённое. Она удлинённая. В рамках общероссийского форума прошло совещание на тему вызовы и потенциала развития мясного овцеводства в России. Мы с коллегами посмотрели такую небольшую выставку. И то, что сегодня овцеводство развивается в нашей стране, я считаю, что в первую очередь всё-таки на Северном Кавказе и в Карачаево-Черкесии в частности, это, конечно, в первую очередь заслуга наших овцеводов. Они своим трудом, трудом таким тяжёлым, непростым показывают результаты. В Карачаево-Черкесии почти 1 миллион 200 тысяч поголовьев. Глава региона выразил уверенность в том, что поддержка, оказываемая государством, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, дают уверенность в дальнейшем развитии овцеводства в нашей республике. На примере группы компаний Домотэ, если бы они сегодня не вливали такие и крупные финансовые средства, и, конечно, те идеи, те научные разработки, это касается и генетики, и те современные производственные мощности, конечно, вряд ли бы у нас без такой синергии что-то получалось. И вот здесь я, конечно, хотел бы отметить, Нома Александрович, вашу большую работу. Всё-таки потребитель просит, чтобы на полке магазина каждый день находилась качественная продукция, в хорошей упаковке. Отдельно хочу здесь слова благодарности в адрес компании Домотэ сказать, что сегодня мы видим уже вашу продукцию на полках магазинов. Андрей Разин, говоря о нашей республике, отметил популярность мяса баранины корчаевской породы, известного своими высокими вкусовыми качествами. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Корчаева, Черкесия, Минеральные воды.